Ребятам предложили изготовить из бисера стрекозу. Для каждого заранее подготовили набор необходимых элементов. Проволоку, бисер разных цветов и размеров. И после короткого инструктажа дошколята принялись за дело. И на второй конец, вторую. Осторожно держа за середину, чтобы первая бусинка не упала. Бусинка за бусинкой и вот у Оли Константиновой уже вырисовываются крылья стрекозы. Девочка делает все не только старательно, но и быстро. Оказывается, Оля опытная мастерица. У меня дома есть наборы всякие, чтобы делать всякие браслетики. После мастер-класса Оля решила, что обязательно сделает из жемчужного бисера бусы. Ведь это увлечение подходит для девочек, которые, по ее убеждению, должны быть всегда красивыми. Но сидящий за соседним столом Саша Быканов заявил, что мальчикам тоже полезно научиться работе с бисером. Особенно таким, как он, мечтающим в будущем стать архитектором. Надо работать долго и старательно. Если не будешь стараться, то ничего не получится. Ты стараешься? Да. Консультант Видновской палаты ремесел Антонина Блохина, сама уже более 30 лет занимающаяся бисероплетением, считает, что это увлечение мальчишки любят порой даже больше, чем девчонки, находя в этом ремесле свои изюминки. Мальчики очень с удовольствием занимаются этим ремеслом, потому что для них бусинки – это как конструктор. И очень интересно им собирать какие-то фигурки. Некоторые сами придумывают, что они какие-нибудь машинки, какие-нибудь паровозы, самолеты. Стрекоза, которую старательно сделали ребята, как говорит президент Видновской палаты ремесел Елена Ястребова, может стать началом творческого пути каждого. Если дети этим еще не занимались, то есть не работали с бисером, то это, возможно, даст им толчок для того, чтобы культура, чтобы прекрасная, все больше и больше входило в их жизнь, в их быт. А я думаю, это очень важно, ведь дети растут, и чем больше они красоты вокруг себя видят, тем они становятся лучше и добрее. Ну а так как мероприятие прошло в рамках празднования юбилея палаты ремесел, всем ребятам и ведущим мастер-класса преподнесли сувениры и подарки. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ. Молодцы.